Все части этого рассказа с финалов, а также начало нового и плюс секретные страшные истории уже вышли на моей аудиоплатформе на Бусти, в Телеграм-канале и на Патреоне. Слушайте на месяц раньше Ютуба, без реклам, с возможностью скачивания в телефон для оффлайн-прослушивания. Все ссылки в описании. Какая девушка не любит наряды, даже если она лесная ведьма? Маринка вертелась перед зеркалом, некогда подаренным цыганами. Они же, проходя в этот год мимо сторожки, надарили внучке Лешева в преддверии ее шестнадцатилетия много красивой одежды. Митя сидел на лоскатухином сундуке, из-за того, что в дыхании ждал, когда Марька в очередной раз выйдет из-за занавески в новом наряде, а она, улыбаясь, спрашивала у него «Ну как?». Митька молча кивал и смотрел на Марьку восхищенным взглядом, говорившим красноречивее всех слов. Митька сильно изменился. Он вытянулся и в свои четырнадцать был уже ростом с Маринку. Ресницы у него стали длинными и пушистыми, русые волосы вились мягкой волной, некоторую юношескую угловатость лица с лихвой компенсировали необыкновенно ясные серые глаза с радужной окантовкой зрачка. Даже подростковая неуклюжесть не была заметна благодаря мягким Митькиным движениям. Но Маринка этого не замечала. Кто из девочек обращает внимание на того, кого привыкли считать младшим братом и с кем все детство спали на одном топчине? Сейчас, когда Марька стала девушкой, топчан передвинули к другой стене, ближе к печке, и повесили занавеску. Митьке дед собственноручно справил деревянную кровать и ласкатуха, насушила для подстилки шелковистой травы и сшила яркий цветастый чехол. Митька возмущался, что я маленький, а бабка обижалась, для тебя же, мол, стараемся. Не замечала Маринка и взглядов, которыми постоянно одаривал ее пацан. И кроме привычки была для этого еще одна причина, но об этом потом. К Марькиному дню рождения готовились все друзья и родственники. Антон, который в это время находился на срочной службе, прислал Маринке очень теплое поздравление письмом. Настоящим дружеским письмом в конверте, в который был вложен аккуратно засушенный цветок клевера аж с тремя веточками четырех лисников. Вадька с Кириллом, корпящие над подготовкой к ЕГЭ, тоже готовили Марьке сюрприз. Она об этом знала, хотя мальчишки и хранили непроницаемое молчание. Даже белобрысый Колька, который помогал им, свято хранил тайну. Сложнее было домочадцам. Они точно знали, чего хочет девушка, но понятия не имели, как это добыть. Дело в том, что с некоторых пор у Марьки появилась страстная мечта. То ли фэнтези она по телевизору насмотрелась, то ли надоумил кто, да только мечтала Маришка завести ручную змею. У самой у нее это не получалось, все же по растениям она была более сильна. Дед давно уже ей самостоятельные задания давал. И приманивала, и молочком из блюдечка поила, да все беспроку. Полозы и ужи, попив молока, уползали во своясе. Дед по части приручения тоже силен не был. Ну, наслать мог, ну, отогнать, а больше-то от него и не требовалось. Его и так вся живность слушалась. Лоскатуха же и вовсе змей не жаловала, не доверяла она им. И один только Митька бродил по лесу, думая, как исполнить Маринкину прихоть. Но было у Маринки еще одно тайное желание, которое она не доверила бы ни одному живому существу. Рыжий, чупатый красавец Мишка, тот самый, с непростым характером, уехал учиться в город и как раз к Марькиному дню рождения должен был приехать домой на каникулы. Мысли о встрече с ним заставляли трепетать девичье сердечко. Что поделать? И у ведьмы сердце есть. Ну, вот покуда в торопях и вкратце, простите за заимствование, мы рассказали, чем жила сторожка в эти дни, чтобы не объяснять многого впоследствии, потому что события этого лета были насыщены столькими происшествиями и приключениями, что как бы чего не спутать и не забыть. Началось все с приезда цыган, которые кроме подарков Марьки привезли еще кое-что. Кое-что настолько необычное, что не сразу же даже заговорили об этом. После того, как все приветствия и положенные при встрече ритуалы были окончены, цыганский барон хитро подмигнул своим ромалом и пригласил Лешего на лужайку, где остановился табор. Удивленный дед последовал за ним к фургону, в котором обычно перевозился товар. Мне бы хотелось сказать «к кибитке», но вы же не думаете, что современные дети дорог до сих пор путешествуют на конных повозках. Два сильных мужчины открыли задние дверцы и с трудом вытащили из чрева машины огромную бочку, поставленную на попа. У Лешего перехватило дыхание. Вся лесная семья, включая Ваську, столпилась вокруг бочки. Цыгане весело переговаривались на своем зычном языке и хитро перемигивались. «Что это?» – спросил дед пересохшим ртом. «А и подарочек тебе!» – улыбаясь во все свои золотые зубы, сказал барон. «Какой подарочек?» – хором спросили Марька, Митька и Лоскотуха. «Издалека подарочек хороший!» – не сдавал позиции барон, пока его люди снимали крышку с бочки. Васька встал на задние лапы и, положив передние на край бочки, понюхал мутную воду, плескавшуюся в ней. С минуту ничего не происходило, а затем на поверхности воды показалась верхняя часть головы с прилипшей к ней водорослью. За ней появилось и само зеленое лупоглазое лицо, покрытое бородавками. Обманутый в своих ожиданиях дед чуть не задохнулся от злости. «А это кто еще такой?» – голова нырнула обратно в воду. «Подарок тебе брат просил передать!» – ответил уже не такой улыбчивый барон. «Вот и письмо есть!» – сказал он, доставая из папки довольно уже завядший лист кувшинки, на которой когтем водяного, младшего брата Лешего, было накорябано следующее. «Здравствуй, братушка! Прости, не было раньше окази и весточку тебе послать, про твои подвиги наслышан, соседям хвастаюсь. За речку тебе поклон низкий, а еще не пеняй за посылку. Каюсь заранее, да только нету у меня никого во всем мире, окромя тебя, некого больше просить. Племянник это мой, кикимора дурная прижила где-то. А мне от него мука мучная, такого раздолбая ни в одном болоте не сыскать. Весь в мать пошел, всю нечисть мне перебаламутил, со всеми соседями рассорил. Его уже и бобры на плотину свою вместо бревна пристроить обещали. А я мягкий, не умею я приструнить так, как ты. «Прошу тебя, братушка, избавь ты меня от этого наказания хвостатого. Ты строгий, у тебя получится, а как воспитаешь, гляди уж, и у тебя свой водяной будет. Я в долгу не останусь, ежели помощь потребуется. Завсегда постараюсь для тебя. Шибко не серчай, с надеждой водяной». Пока леший топорща усы, брови и уши вслух читал послание, новый родственник вынырнул из воды и уселся на край бочки, держась за него с зелеными перепончатыми руками и опасливо поглядывая на всю компанию. Васька на всякий случай отошел подальше и время от времени беспокойно оттуда порыкивал. Закончив читать, дед заложил руки за спину и, не обещающий ничего хорошего походкой, двинулся к бочке. Зеленый родственник запаниковал и не в состоянии решить, что предпринять, прыгнуть ли обратно в воду. Он посмотрел на давно уже мутную и пованивавшую жидкость. Или дать деру. Чужой и незнакомый мир не внушал доверия. Так и остался сидеть на краю бочки, беспокойно ерзая по нему задницей. Подошедший к нему Леший долго и сурово глядел на нарисовавшуюся проблему, а потом медленно заговорил, выделяя каждое слово. Вот что, родственничек, я тебе не твой дядя. Валандаться с тобой не стану. Если вздумаешь свои штучки здесь чинить, в ерша превращу, снова в бочку закатаю и на рыбзавод отправлю с надписью «Селедка». Понял? Спросил дед, наклонившись прямо к племянниковому носу. Племянник громко икнул и сполз в бочку. А вы? Вдруг обратился дед к заинтересованно наблюдавшим за действием цыганам. «Раз привезли, катите теперь его к реке!» Притихшие ромалы приладили на место крышку и покатили к реке перевернутую набок бочку, из которой на каждом бугорке раздавались приглушенно булькающие «ой» и «ай». И, кажется, даже нецензурная брань. Когда бочка, наконец, оказалась на пологом берегу реки, крышка вновь была открыта, и новоявленный племянник с хлюпом вывалился на песок. Разминая затекшие перепончатые ноги, кстати, очень похожие на лягушачьи лапы, и потирая ушибленные части тела, зеленое существо обиженно взирало на собравшуюся на берегу компанию. «Давай, шуруй пока в речку!» Сказал по-прежнему пребывающий в дурном настроении леший. «Потом себе болото оборудуешь! Здесь у тебя помощников нету!» «А почему хвостатый?» Вдруг поинтересовалась Марька. Существо злобно зыркнуло на девчонку, перевернулось на живот и на четырех конечностях зачапало к воде, продемонстрировав всем небольшой отросток копчика. Чем-то весьма похожий на хвостик головастика, только больших размеров. Скрывшись в воде, новый родственник надолго пропал, испугав тем ту часть зрителей, которая немного знала о способностях водяной нечисти. Через некоторое время племянник, как дельфин, выпрыгнул из воды и тут же занырнул обратно, подняв в блестящую тучу брызг. Он высовывал голову и фыркал, как тюлень, бороздил водную гладь вдоль и поперек, плавая на спине и на животе, развлекаясь и развлекая публику, как морж в зоопарке. На берег торопливо набегали поднятые необычным купальщиком волны. «Назвать его как-то надобно», — сказал все еще не отошедший от расстройства дед. «Зачем это?» — удивилась Марька. «А затем?» — рыкнул дед. «Что не хочу я его как брата называть?» «Водонарий!» — немного подумав, предложила Марька. «Водокрутий!» — сурово сказала лоскатуха, неодобряющая выкрутасы молодого водяного. «Водомутий!» — сплюнув, пригвоздил дед. «В буль-буль-буль-рей!» — выдал вынырнувший из воды родственник, как оказалось, слышавший разговор и тут же нырнувший обратно. «Валь-буль-буль-рей!» — переспросила удивленно Маринка. «В буль-буль-буль-ур-рей!» — снова вынырнув, пробулькался зеленый. «Валь-буль-буль-буль-ча!» — попыталась повторить лоскатуха. «Буль-бу-нарием он будет!» — рявкнул дед. «Слушай тут еще его!» — и, развернувшись сердито, пошел к избушке. Вся компания направилась за ним, и только Митяй, сопровождаемый верным Васькой, долго еще стоял на берегу и любовался буль-бу-нариевым плесканием. На следующее утро на речной берег пришли Маринка и Митька с Васькой. Поверхность воды была гладкой, как зеркало. «Буль-бу-нарий!» — позвала Маринка. Из воды высунулась зеленая голова. Подозрительно посмотрев на берег, водяной опасливо спрятался за кустами рогоза. «Не бойся, мы тебя не обидим!» — закричал Митька. Зеленый выплыл на отмель и вальяжно развалился там, положив ногу на ногу. «А я и не боюсь!» — вызывающе заявил он на вполне понятном языке. «Оно и видно!» — засмеялась Марька. «Может, деда позвать?» — подтрунивала она над новым родственником. «Вам бы только деда!» — парировал зеленый. «Сами-то что можете? Ну а ты сам что, за ком с горы?» — поинтересовалась Маринка. «Да я, может, всех вас на десять пядей вперед обскакать могу!» — завелся водяной. «Я, может, всю местность болотами затяну, а, может, хранителем края стану!» — загнул зеленый, сам перепугавшись своих слов. «То-то тебе, родной дядька, из водчины погнал!» — хмыкнула Марька. Бульбунарий, не говоря ни слова, скрылся в глубине. Через некоторое время Марька и Митька услышали тихое хныканье. И, обойдя камыш и рогоз, не узрели бульбунария в зарослях прибрежной травы. Он горько плакал, утираясь плавающей рядом тиной. Когда ребята подошли поближе, они услышали причитание нового родственника. «Мамка меня любила, говорила, что я самый красивый и умный. А когда в болото это их не попал, так затравили гады. Глупый, страшный, на жабу похожа, я ведь весь дядю. Да, его никто обозвать не посмеет, а меня как будто на посмешище родили». Бульбунарий рыдал, сморкался и тяжело вздыхал. «И никакой я не бульбунарий. Матушка меня в Альпурге назвала. Только у вас у всех уши, видать, давно заложил, а вот и ходи теперь, как выродок какой». Зеленый еще пуще залился слезами. Нитька, умоляюще посмотрел на Маринку. Та пожала плечами и примирительным тоном сказала. «Ладно, выходи, не будем мы тебя дразнить. Только и ты знаешь, не задавайся больше». Бульбунарий завозился и, продолжая сморкаться и всхлипывать, вылез на берег прямо через кусты. Усевшись на песок перед ребятами, он понуро опустил голову. По поведению хозяев Васька догадался, что новое существо не представляет опасности и с интересом направился к нему, чтобы обнюхать поближе. Бульбунарий, поздно сообразив, что не успеет добежать до воды, сжался в комочек, крепко зажмурив глаза и прикрыв руками голову. «Не бойся», — поспешил успокоить его Митька. «Он ручной, добрый. Это ж почти кошка». «Ага, видал я таких кошек на севере», — не открывая глаз, дрожащим голосом сообщил Бульбунарий. «Они оленя пополам перекусить могут». «Да нет же», — успокаивал его Митяй. «Васька не такой, он свой. Он добрый. Протяни ему открытую ладонь, и он тебя будет знать». Зеленый осторожно открыл один глаз, потом другой. Медленно-медленно вытянул дрожащую руку и протянул ее Ваське. Васька обрадованно ткнулся в перепончатую ладонь огромным носом и с чувством потерся о нее щекой, продемонстрировав ряд огромных зубов. Бульбунарий завалился на спину, безжизненно раскинув стороны зеленые конечности. Маринка с Митькой бросились к нему. Васька вылизывал зеленое лицо, пытаясь помочь по-своему. Племянник приоткрыл мутные глаза и, увидев над собой разверстую пасть гигантского страшного зверя, закатил их снова. Расстроенного леопарда пришлось отогнать. Вдвоем ребята оттащили недвижимого родственника на мелководье и долго потом брызгали на него водой из реки, придав ему сидячее положение. Открыв глаза, несчастная нечисть первым делом со страхом осмотрелась и только убедившись, что огромная кошка лежит поодаль на берегу. Обиженно, дергая хвостом, Бульбунарий посмотрел на своих спасителей и стыдливо опустил глаза. «Ну вот что, Бульбулек», — успокаивающе сказала Марька, — «живи в реке, пока не обживешься. Она большая, добрая, в ней рыбы много. И никто тебя здесь не обидит, если ты сам, конечно, никого обижать не будешь». И Марька посмотрела на Водянова испытывающим взглядом. Бульбунарий, не поднимая глазки, внул и устало поплюхал в воду. Две недели леший не подходил к реке, а когда внуки рассказывали в избушке о новом жильце, дед-то порчил уши и плевался. Лоскатуха устала внимать из отверстий между досками прорастающие побеги и высаживать их на улице. Бульбунарий за это время здорово освоился. Изучая все особенности речки, он понял, что Маринка его не обманывала. Речка была доброй, щедрой и гораздо более просторной, чем все болота, в которых им приходилось бывать. Но однажды Бульбуль понял, причем самым неприятным образом, зачем нужно свое болото с уютной подводной берлогой. Как-то утром пришедший на берег Митька не смог дозваться Бульбуле. Вечером он вернулся вместе с Маринкой и Васькой, и вновь никакие старания докричаться до водяного не увенчались успехом. Не появился племянник и на второй день. Тут уже забеспокоился и сам леший, хотя не сознавался в этом. Вечером этого дня было принято решение начать поиски. Дед с Маринкой пошли вверх по течению, а Митька с верным Васькой вниз. Васька внимательно обнюхивал все кусты и заросли болотной травы вдоль берега, а Митяй прислушивался к звукам. И вот довольно далеко, кажется, у излученной реки до них донеслось что-то похожее на совсем тихий скулеж. Васька навострил уши, и они с Митькой поспешили на звук. Чем ближе они подходили, тем громче и отчетливее становились звуки, которые теперь напоминали плач. Первым до бедолаги добрался леопард. Увидев знакомое существо, которое терлось об него щекой, несчастный бульбунари обхватил его за шею своими руками и намертво прижался, как будто боялся, что видение сейчас исчезнет. Когда Митька продрался к ним через камыши перед ним, открылось плачевное зрелище. Весь изрезанный осокой, с ввалившимися глазами, трясущийся всем тощим телом, бульбунарий обнимал Ваську за шею и заливался слезами. Митька помог страдальцу улечься на спину леопарда, после чего, заложив в рот два пальца, издал сигнальный свист. Затем втроем они двинулись обратно в путь. Встретившись на любимом пологом бережке возле Отмели с Лешим и Маринкой, Митька аккуратно уложил стонущее и стучащее зубами тело на влажный песок. Дед, неодобрительно поглядев на племянника, выудил клюкой из реки две рыбины, подвинул их ногой к несчастливцу, крякнул и зашигал к избушке. Весь остаток ночи Маринка и Митюха лечили и успокаивали напуганного до полусмерти бульбуля, Марька рвала только ей одной ведомые листочки и травки, разжевывала их и накладывала кашицу на раны родственника. Митька зажимал эти места ладонями и начинал раскачиваться зад и вперед убаюкивая боль. Только под утро они смогли добиться от бульбунария адекватной реакции. Васька в зубах преподнес ему переставшую уже трепыхаться рыбу и, не перестававший дрожать, зеленый жадно схватил ее и впил со своими мелкими острыми зубами в рыбий хвост. Когда рыбка была прикончена и взгляд бульбуля стал более осознанным, Маринка спросила. «Как же тебя угораздило так далеко забраться-то, да еще и в Асоку? Ты что, пешком по ней пробирался, что ли?» Бульбунари посмотрел на нее полными слез и гнева глазами и возмущенным тоном оскорбленного доверия заговорил. «Речка добрая, да? Рыбы много, да? А то, что в ней уже хозяин есть, почему не сказала? Угробить меня хотела!» Выдал он на высокой плаксливой ноте и заскулил с причитанием. «Какой хозяин?» Чуть ли не в один голос спросили Митька с Марькой. «Какой-какой?» Плаксивый и вызывающий одновременно выпалил родственник. «Ясно какой, воденюка!» «Не может быть такого», — твердо сказала Маришка. «Здесь только один водяной был, дядя твой. Он давно ушел, а другого сюда дед не пустил бы и тебя не пустил бы», — ехидно добавила она. «Если бы только его брат не упросил». «Да?» — взвился совсем обиженный Бульбуль. «А кто меня чуть не сожрал? Или ты и правда думаешь, что я такой дурак, что по Осоке Острый прогуляться захотел?» Митька мягко взял зеленую ладонь горе-водяного и слегка потряс ее. Бульбунари немного сдулся. «А ты все порядком расскажи», — попросил Митька. «Где ты его видел? Когда?» «Да вот два дня назад и видел», — начал вспоминать Бульбуль. «Заплыл далеко, гляжу под корягой на рану и хотел посмотреть, что там в ней. Только занырнул оттуда на меня он и высунулся». Бульбунари поежился, вспоминая. «Рожа во! Глазище во! А уж как пасть открыл! Я как дер удал, а он за мной! Я грибу изо всех сил, а он не отстает! Чуть за ногу не схватил, еле-еле успел на берег выпрыгнуть! Спрятался там в кабышах, лежу ни живой, ни мертв, и думаю, все, сейчас он меня искать пойдет, а он хвостом махнул и в воду ушел. Я до утра пошевелиться боялся, а как рассвело, начал берегом домой пробираться. Да только там людей нанесло с удочками, пришлось опять хорониться, а в воду-то нельзя. Пошел, значит, ночью. А ночью-то я в этой траве не вижу ничего. Порезался вон весь, есть хочется, пить тоже. А еще прислушивался, не плывет ли за мной образина эта». Бульбунари опять заплакал, вспомнив, как было ему страшно и больно. «Погоди-ка», — встряла в монолог Маринка, «какой такой еще хвост?» «Ясно какой!» — огрызнулся родственник. «Какой, бывает, тебе не понять!» «Да ты не злись!» — не унималась Маринка. «Ты его поподробнее опиши». Видимо, не доверяя больше Маринке, Бульбуль повернулся к Митя и страшным шепотом заговорил. «Неправильный он какой-то, Митьк! Черный весь, рук нет, а усищи до самого хвоста выросли». «Да какого хвоста-то?» — продолжала гнать свою линию Маринка. «Да обычного рыбьего!» — гаркнул раздраженный девичьей непонятливостью зеленый. «Как вот у меня! Гладкий, да только в сто раз больше!» Маринка прыснула со смеху, закрывая лицо руками. Бульбунари принял смех на свой счет, вытаращил и без того выпуклые круглые глаза и раздул и без того широкие ноздри. Перепончатые ладошки его сжались в кулачки. «Чего это тут смешного?» — задыхаясь от злости, спросил он. Маринка смеялась, не в силах остановиться. Бульбуль перевел ошеломленный взгляд на Митьку, который тоже улыбался. «Да ты не обижайся!» — ласково сказал Митяй, попытавшись взять начавшего уже раздуваться Бульбуля за руку, которого тот резко одернул. «Сом это, понимаешь?» «Что я сомов не видал?» — надута ответил зеленый. «Если он сом, то я лягушка!» Марька, у которой и так не получалось справиться со смехом, прыснула еще сильнее. У водяного окончательно лопнуло терпение, он поднялся и, пошатываясь, направился к реке. Однако у самой кромки воды, вспомнив, что заходить туда страшно, он сел на мокрый песок и разрыдался. Марька, справившись, наконец, с некстати одолевшим ее смехом, поднялась с земли рыбу и, ополоснув ее в воде, протянула Бульбулю. «Не дуйся, послушай сначала, а потом подумай. Сом это, только очень старый и большой. Он за нашей деревней и в пруду жил. А как речку перекрыли, пруд высыхать начал, заболотился, тесно, саму там стало и голодно. Вот когда речку снова оживили, сом по половодью в нее и перебрался. И теперь живет под своей корягой. Его все местные уважают, подкармливают даже. Потому как он тоже вроде хозяина. Не такого, конечно, как водяной, но на своем месте порядок держит. А напал он на тебя, потому что в темноте дососли бы твои усики за червячков принял». Бульбуль поджал верхнюю губу, над которой только-только начали расти зеленые отростки. «А погнался за тобой», — продолжала Марька, «потому что твои ласты за рыбешек принял». «У собой тяло ласты», — буркнул набитым ртом, все еще злящийся водяной. Маринка замолчала. «Ну, хватит тебе злиться», — вдруг вступил разговор Митька. «Ты лучше с ним подружись». У зеленого вытянулось его круглое лицо. Он даже забыл про рыбу, что держал в руке. «Чтобы он меня опять за червячка принял!» Прям взвизгнул бульбунарий. «Да не съест он тебя, подавится», — заговорила начавшая терять терпение Маринка. «У него пасть-то большая, а зубов, может, и нет уже. И ты по свету сплавай», — пытался настроить всех на мирный лад Митяй. «Рыбкой его угости. У коряги его рыбка давно не плавает, а сам он далеко от норы своей не уходит. Он добрый, он, когда тебя узнает, обижать не станет». «В конце концов», — подначала Марька, «кто здесь теперь хозяин реки?» Бульбунарий выкинул в камыши рыбий хребет, отряхнул от налипшего на них песка руки, потер заживающие раны и, ничего не говоря, пошел в воду. Зайдя в нее по пояс, он обернулся и с подозрением спросил. «Точно далеко не заплывает?» «Точно, точно!» — закричали Митька с Маринкой. Когда вызванная опергруппа пробралась по расчищенной тропе на место происшествия, взглядом видавших виды мужиков предстала чудовищная картина кровавой бойни. На десятки метров вокруг среди валежника и завалов валялись растерзанные и обглоданные до костей человеческие останки. Листья и трава на большом расстоянии были испачканы засохшей кровью, багровая земля даже не успела всю ее впитать. В одном месте из земли торчала вогнанная в почву до середины рабочей поверхности, испачканная ошметками кожи и костей бензопила. Немного поодаль от нее на уровне человеческого предплечья в дереве застрял окровавленный топор. Погибшие защищались. Этому свидетельствовали звериные следы, ведущие к густому валежнику. Но как бы тщательно, не искали опера через несколько метров, следы просто исчезли. Как будто звери, оставившие их, взлетели или бесследно пропали. Информированные о происшествии, а следовательно вооруженные сотрудники оперативного отдела почувствовали холодок, ползущий по спине. До Маринкиного дня рождения оставалось две недели. Заботы, навалившиеся на Лешего, здорово заморочили ему голову, а племянник, прибывший вместо так ожидаемого брата, и вовсе расстроил деда и выбил из колеи. По полдня бродил он по лесу потерянный и рассеянный, а возвращаясь в сторожку, заваливался на печку и совсем постарчески причитал о бедах, свалившихся на его голову. Вот так за своей дурацкой хандрой дед и не почуял настоящей беды черной тучей, опустившейся на все дедов в отчину. За обширной полосой леса, стоявшего вдоль большой дороги, раскинулись бывшие колхозные поля. Выращивали на них когда-то кормовые культуры для скота. Теперь же, когда ни одного коровника на километры вокруг не осталось, поля стояли пустые, поросшие высокой травой и полевыми цветами. Добираться до них было неудобно. Кроме леса, загораживающего дорогу, и справа, и слева, были они закрыты пролесками и торфяными пустошами. И вот одна прозорливая фирма выкупила эти земли для строительства коттеджного поселка. А дорогу и электричество до стройки решили проложить через нехожий лес. Самая середина будущего поселка имела до обеих окраин полей равное расстояние. Местные власти быстро согласились с гиблым лесом, давно надо было что-то делать, а тут тебе и услугу оказывают, и еще и денег дают. Фирма долго дурака валять не стала, к середине осени дорогу проложить планировали. Наметили место, вызвали бригаду для разведки, двух геодезистов и двух рабочих им в помощь с топором и бензопилой, иначе по лесу пройти было невозможно. Для обустройства лагеря рабочие отправились первыми, а геодезисты остались ждать недовезенное оборудование. Когда они с оборудованием прибыли в штаб строительства, работодатели рассказали, что с ушедшими в лес работниками уже три дня нет сообщения. То ли пьют беспросыпно, то ли рацию потеряли. Опять же по пьяни. Ну, что было делать, мужики отправились на точку. Остановившись в нужном месте, подельники стали выгружать оборудование, складывая его прямо на землю. Затем, оценив груз, решили разделиться. Один взял то, что смог унести, отправился искать приятелей, а второй остался у машины караулить дорогие приборы. Уже через час он вернулся в штаб, чуть не снеся забор вокруг здания внедорожником. Весь белый, трясущийся и в холодном поту он долго не мог сказать ничего членораздельного. Только тряс каждого оказавшегося рядом за рукава и другие части одежды и все показывал руками куда-то вдаль. Когда его удалось привести в чувство, он почти плача рассказал, что ждал товарища около машины минут 30 или 40. Понимая, что не может бросить оборудование, он уже собрался звонить тому по телефону и в этот момент услышал жуткий душераздирающий крик. Мужик был уверен, так кричать можно, только если тебя рвут на части живьем. Не помня себя от страха, он сел в машину и как сумасшедший рванул в штаб. На место вызвали опергруппу и после того, как они обнаружили там страшные находки по округе, поползли жуткие слухи. Местные и так обходили гнилой лес стороной, а теперь стали на всякий случай осенять себя крестным знамением, проезжая мимо на машинах. Следствие велось недолго. Опросили жителей близлежащих деревень, многие припомнили леденящий душу вой, доносившийся из этой части леса. Припомнили историю Копытова. Да только кто в здравом уме полиции про оборотней скажет. Прочесать гиблый участок леса без спецтехники не представлялось возможным, рабочие версии признали нападение волков и дело на этом забуксовало. Маринке рассказал об этом Вадик по телефону. Когда ошарашенное известие Марька донесла это до своих, бессмысленно отрешенный взгляд Лешего начал становиться осознанным. И по мере того, как это происходило, уши, усы и брови его поползли вверх. Добрые четверть часа притихшие домочадцы наблюдали, как дед бегал туда-сюда по горнице и бил себя кулаком полбу причитая «Ведь знал же, знал, что беде быть, проклятый старый дурак, совсем чуйку потерял пень трухлявый, дождался, дождался свиня двуногая». «Не горюй, Леша», пожалел деда Митька. «Ты ведь с ними тогда справился и сейчас справишься». «Да как вы не понимаете?» взвился старик. «Они же троих сожрали. Троих и не детей худосочных, мужиков здоровенных. У них сила теперь через края льется. И ума они за два года-то набрали, мышами и лягушками питались. Теперь на рожон не полезут, хитро действовать будут, а как дорогу эту копать начнут. Им и выход из леса откроют». «Так вроде остановили строительство-то», неуверенно сказала Маринка. Дед досадливо махнул рукой. «Что я их не знаю? Сейчас денег кому надо дадуть, все на волков испишут, а потом и отчет об отстреле застряпают. Им деньги глаза застят. Ничего они так не боятся, как денюжки свои потерять. Вот увидишь, шумиха уймется, а не сызнова за свое примутся». «Значит, немного времени у нас есть», задумчиво проговорила Марька. Все глаза уставились на нее. «Ты что это удумала?» подозрительно спросил дед. «Совет надо собрать», спокойно и уверенно ответила внучка. «Одним нам не справиться». Совет собрали в доме Вадика, разумеется, с разрешения дяди Андрея. Сестра Вадьки тоже уехала учиться и должна была вернуться после сессии. Мама Вадика, тетя Таня, давно собиралась съездить навестить свою родню, но, как говорится, дела не пускали, и это обстоятельства Вадик с отцом использовали в своих целях. Уговорив жену, что более подходящего момента не будет, и пообещав взять на себя все заботы по огороду и дому, дядя Андрей отпустил ее на несколько дней. Также на совет были призваны Кирилл и его отец, дядя Сережа, ну и, конечно, Маринка с дедушкой. Не позвали Белобрысова, Кольку и Митю. Митике было обидно, но он, как всегда, держал свои мысли при себе. Когда дед, приняв приличный вид, вместе с Маринкой отправился в проходы, Митька пошел к реке поболтать с Бульбулем. Скучающий леопард поплелся за ним. Бульбунарий всегда ждал Митькиного прихода, время от времени всплывая и поглядывая на отмель. Маринку он недолюбливал за ехидство, а с Митькой любил поболтать от скуки. Вот и в этот раз Зеленый, заметив друга еще на подходе, радостно выплыл на отмель и замахал руками. Но на его приветствие быстрее отреагировал Васька. Он кинулся на Бульбуле и чуть не утопил, положив свои лапищи тому на плечи. Водяной задергался, барабаня по воде руками и ногами и нечленораздельно булькая какие-то ругательства. Васька же, приняв это за игру, радостно бегал вокруг него по воде, поднимая уйму брызг и не давая бедолаге прийти в себя. Пришлось вмешиваться Митяю. Леопард, нехотя вышел из воды, абсолютно не понимая, чем хозяин недоволен. Когда Бульбуль откашлялся, отплевался и отсморкался, он начал ругаться. Митька мягко успокаивал его. «Он тебя любит, вот и обрадовался». «От такой любви!» Сказал Бульбуль последний раз, высморкавшись. «На корм рыбам можно пойти!» И, наконец, посмотрел на друга. «Ой, а что это у тебя на животе болтается?» У Митяя через плечо на ремешке был подвешен старый термос без кружки. «Это секрет», — сказал Митька, прикрыв термос рукой. «Что даже мне не скажешь?» — удивился Водяной. «А ты не разболтаешь?» — смущенно спросил Митяй. «Я?» — зеленый обиженно отвернулся. «Ладно», — сдался Митя. «Только Маринке не говори, это подарок на день рождения». «Ладно, ладно, не скажу!» — скрипел Бульбуль, поворачиваясь. И вдруг отпрыгнул назад, как ужаленный. Ну, в общем, именно так и отпрыгивают, когда видят змею. У Митьки на вытянутой руке, обвив хвостом запястье, подняла маленькую головку обычная лесная гадючка. «Ты совсем рехнулся?» — спросил ошарашенный Водяной. «Даже я Маринку не так не люблю, чтоб ей змею подложить!» — Митяй засмеялся. «Ты не понимаешь, она... она сама хочет». «А-а-а!» — передернулся Зеленый. «Убери эту гадость немедленно!» Змейка развернулась и поползла обратно к термосу. «Не обижай ее», — попросил Митя. «Она... она все понимает». «Все вы ненормальные», — пробручал Бульбунарий. «И что это она тебе сама сказала?» — съехитничал он. «Да», — просто ответил Митька. «Может, еще и представилась?» — не унимался Зеленый. «Да», — серьезно подтвердил Митяй. «Ну, и как ее величать?» — совсем разошелся вредный родственник. «Шиша?» — улыбаясь, ответил парень. «Ха, ну понятно. Что еще она может сказать?» «Сказать немного, но понимает все». «Слушай...» — совсем зъерепенился Бульбуль. «Я, может, не шибко красой вышел, но я не дурак». «А ты поверь», — предложил Митька. «Как это?» — недоверчиво поинтересовался Бульбунарий. «Ну, позови ее». «Ха!» — передернул плечами Зеленый, но все же, посмотрев на термос, сказал. «Эй, ты там... выходи!» «Не так», — сокрушился Митяй. «Вежливо надо. Ты же ее обидел». Зеленый пододвинулся ближе к Митьке и проговорил в термос. «Шиша, выходи, я больше не буду». Из стеклянного горлышка колбы показалась змеиная головка и уставилась на водяного. Бульбуль испытал странное чувство, но в виду не подал. «А еще что она может?» «На вопросы отвечать. Да, длинная ше. Нет, два коротких». «Да ну!» — опять не поверил Лупоглазый. «Ну, спроси что-нибудь», — предложил Митька. «Ладно». Зеленый потер перепончатые ладони. «Когда у меня будет свое болото?» «Не так», — уже расстроенно сказал Митя. «Надо, чтоб было да или нет». Зеленый крякнул и спросил снова. «Будет у меня свое болото?» Ответила Шиша. У водяного захватило дух. «А скоро?» — выпалил он нетерпеливо. И сдала Змейка. Радостно подпрыгнув и повернувшись на одной ноге, Бульбунарий обратился к Митьке. «Ну, смотри, если обманула, я тебе... Я с тобой разговаривать не буду». Митька засмеялся. Ему действительно посчастливилось найти то, что искал. У большого дерева с надломленной массивной ветвью, Висевшей до самой земли, Митька заметил темную полоску, Безжизненно свисающую из расщелины слома. Это оказался маленький змееныш, Застрявший хвостом в щели, как в капкане. Змейка, видимо, висела тут давно И уже потеряла всякую надежду на спасение. «Ну, кто, скажите, проходя мимо гадюки, попавший в беду, Окажет ей помощь?» Но змейке повезло, мимо проходил Митька. Повезло в сущности и ему. Змееныш оказался не только благодарным, Но и способным учеником. После того, как Митька его выходил, Только кончик хвоста так и остался сухой, У змееныша обнаружилось множество талантов. Митька поил змейку молоком И выпускал на ночь погулять в огород, Оставляя между грядок открытый термос. И шиша, в отличие от других змей, Всегда возвращалась. Когда Митька и Васька ушли домой, Бульбунари еще долго сидел на берегу, Ворчал на все лады, Но смысл был один. «Подумаешь, змею поймал? Да я, если захочу!» Тут Бульбуль замолчал, Надолго о чем-то задумавшись, Потом поднялся и пошел к воде. Дядя Сережа смеялся до слез Под сурово осуждающими взглядами окружающих. Наконец, вытерев глаза кулаками, он изрек. «Ну вы даете! Ха-ха-ха! Ладно, эти!» Он кивнул на подростков. «Но ты-то, Андрюха, Мухомора, что ли, объелся? Оборотни! Серьезно!» Дядя Андрей, плотно сжав губы, Смотрел на друга таким взглядом, Что тому расхотелось смеяться. «Если бы ты видел их так, как я», Произнес дядя Андрей сквозь зубы, «Ты бы не стал ржать, как Сивы Мерин». Дядя Сережа посерьезнел, Но позиции свои не сдавал. «Так ведь темно было! Ну, пригрезилось! Собак бродячих заволков принял! Выпил, небось, у матери-то и кошка гиеной покажется!» Вадькин папа сжал кулаки, Скулы его заходили ходуном. «Я его лбом протаранил», — Медленно заговорил он. «При включенных фарах мы все хрусткостей слышали, У нас на глазах он метров на десять отлетел, А через пять минут нас снова оба догнали, А Копытова, по-твоему, тоже кошки вырезали или гиену?» Дядя Сережа почесал щетинистую щеку и сказал, «Ну, не знаю про Копытова, А только я сорок пять лет на свете живу, И никаких сказок со мной не приключалось!» Под конец триады он саркастически хмыкнул, И на него уставились пять пар напряженных глаз. «Да ладно!» — предпринял последнюю попытку Сергей. «Кирюх, ты чего? Ты тоже в эту ерунду веришь?» «Я Вадьке верю», — без тени сомнения сказал Кирилл. «А я видел!» — вставил свое слово Вадик. «И я!» — сурово подтвердила Малька. «Да что уж там!» — заговорил Леший. «Я их не впервой встречаю!» Дядя Сергей ошарашенно молчал. «Ну и что же нам делать?» — все еще недоверчиво спросил он наконец. «Пули, что ли, серебряные отливать?» «Про эту глупость вы забудьте!» — махнул рукой дед. «И заразиться от перевертыша нельзя!» «Сказки все это, легенды ваши, человечьи!» — чуть не проговорился Леший. «А вот то, что они есть, не сказки!» — продолжил он. «Рождаются они такими, а почему?» «Рассуждать долго!» «Убить их можно и обычной пулей, только попасть нужно прямо в сердце, в этот самый коронный сосуд!» «Или башку оторвать, а еще лучше и то, и другое!» «Так в чем же проблема-то?» — живился дядя Сережа, заядлый охотник. «Ружье возьмем, да и решим проблему!» «Э-э-э-э! Не так все просто!» — вздохнул старик. «Это тебе не волки. Силы у них на десятерых. Если лоб в лоб встретишься, никакое ружье тебе не поможет. А скорость больше, чем у осы. Их на прямой дороге подстрелить непросто, а в лесу они и вовсе неуязвимы. «Так что же делать-то?» — взволнованно спросил дядя Андрей. «Выманить бы их оттуда!» — почесав под бородой, задумчиво произнес Леший. В комнате повисла звенящая тишина, в которой вдруг раздался не менее звонкий голос Маринки. «Болото! В болото их надо заманить!» Под вопросительными взглядами повторила Маринка, сверкнув своими необычными глазищами. «А где ж его взять, болото-то?» — спросила задачный дядя Андрей. «Разве что топе возле бывшего водохранилища. Да и то ей еще годов пять оболачиваться». Тишина опять накрыла заговорчиков. «Было слышно, как мужики скребут, кто затылок, кто бороду, а кто трехдневную небритость». «А топе-то можно и посодействовать!» — вдруг высказался дядя Сережа. «Как это? Как это?» — заинтересованно спросил Вадим. «Да как обычно!» — пожав плечами, ответил папа Кирилла. «Что надо вытащить, что надо залить, глядишь, болото и возродится». «Клюква будет!» — мечтательно закончил он. «А кто деревья гнилые кочевать будет?» — спросил Вадькин папа. «А трактор-то на что?» — ответил вопросом на вопрос его друг. «Он уже сколько времени без дела стоит? Я договорюсь!» Кирилл посмотрел на отца взглядом полным восторга и надежды. Увидев это, Леший понял, что человек, давший такое обещание, и вручную выкорчивает все, что нужно. Дело решили не затягивать, тем более, что чуть меньше, чем через неделю, должно было наступить полнолуние. Со следующего дня и было принято решение начать операцию. Насчет трактора, имеющего ковш для вычерпывания грунта, папа Кирилла договорился быстро. Дальше было дело техники. При помощи трактора мужики и помогающие им мальчишки быстро очистили территорию топи от нежелательных гнилушек и гниющих корней деревьев. Лишний перегной и слежавшуюся палую листву вычерпывали и сгружали по краю будущего болота. Жидкая грязь стекала от бывшего водохранилища и быстро заполняла освобожденные просторы. Для лучшего притока жидкости мужики добавили и вкопали водопроводную трубу, соединяющую реку и будущее болото. Несильный приток воды должен был обеспечить естественную водонаполняемость будущего водоема. Бульбунарию дед строго-настрого наказал не появляться на территории ведущихся работ, но зеленый, естественно, подплывал к месту действий рекой и из камышей наблюдал за тем, что там творится. Когда водоем был наполнен грязью на две трети, лоскотуха и маринка, насобирав в речных заводях рязки, аккуратно пересадили ее в топь, чтобы быстро разрастающаяся под маринкиным ведовством пелена зелени создала ощущение твердой почвы. Пейзаж дополнила всплывающая со дна тина. Конечно, не обошлось без любопытных деревня все-таки, но сильно интересующимся, кому по секрету, а кому по доверию, было сообщено, что из-за ожидаемой жары местная санэпидемстанция дала личное распоряжение обезопасить местную топь путем дисбаланса местной грязесреды. Может, кто и не понял, но в деревне есть закон, кто смел, тот и съел. А значит, претензий предъявлять никто не стал. Через четыре дня все приготовления были закончены, но встал новый вопрос. Как заманить оборотней в болото? От гнилого леса до топи расстояние было порядочное. Развить такую скорость, как перевертыши, мог, пожалуй, только Васька, да и то пришлось бы постараться. Однако Васька не годился для скачек по болоту и мог помешать целиться, если страхолюдина окажутся слишком близко. Вся компания осенизаторов повесила головы. Есть у меня один претендент, — медленно заговорил дед. «Да только не знаю, согласится ли. Больно строптиво, а еще трус, каких не видывали». Догадавшись, о ком пойдет речь, Марька, понимающая, посмотрела на Олешу. «Ладно», — сказал дед, очевидно приняв решение. «Выступайте по домам, а я пойду переговоры переговаривать. Марька пацанам сообщит, какие новости у нас получатся». И Леший с внучкой зашагали вдоль реки вниз по течению. Вечером этого же дня на берегу собрались все, кроме лоскотухи. Митька позвал Бульбунария. Вынырнув из воды и увидев такую делегацию, Зеленый заметно занервничал и потому сильно близко подплывать не стал. «Ну вот что, лупоглазый!» — начал дед. Марька ткнула его локтем. Дед откашлялся и продолжил. «Вот что, племянничек, должок с тебя. Какой еще должок?» — насупившись, спросил Бульбуль. «Да ты подплыви поближе-то, что я тебе через всю речку орать буду!» Бульбуль приблизился немного, но все еще сохраняя безопасное расстояние до берега. «Болото тебе устроили?» — спросил дед. «Да еще как! Прям по фэншую!» Маринка чуть не прыснула, но сдержалась. «Ну?» — чувствуя все больше подвох, буркнул племянник. «Вот и от тебя теперь помощь требуется!» — подвел итог дед. «Какая еще помощь?» — подозрительно спросил Бульбуль, потихоньку отгребая назад. «Про беду нашу слыхал?» — зеленый посмотрел на Митьку и кивнул. «Вот и нам надо!» — наставительно проговорил Леший. «Чтоб ты двух собачек в болото заманил!» У Бульбунария глаза полезли на лоб. Он выскочил из воды на целый метр, как ошпаренный, и прежде чем успел погрузиться обратно, он истерично проорал. «Я так и знал! Угробить меня хочешь! Я тебе сразу не занадобился, трясина проклятая!» После этого он занырнул и ушел на глубину. Дед досадливо сплюнул. Марька тихонько похлопала его по плечу. Бульбунарий всплыл через три минуты, подплыл поближе, но ненамного. Держась на воде, продолжал истерить. При этом он так махал руками и бил ими по воде, поднимая уйму брызг, что сам периодически закашливался и чихал. «Додумались!» — кричал он, повизгивая. «И как я, по-вашему, их на болото заманю? Как лягушка-самку, что ли?» Дед уже готов был съязвить, но Марька снова стукнула его локтем в бок. «Совсем мозги потеряли!» — разрялся водяной. «Может, вы решили, что я бегать умею? Да я по суше только на четвереньках! Что я вам, кузнечик какой, с такой скоростью скакать? Или саранча летучая? А если меня сожрут? Да я и на один зуб! Вам, небось, только легче станет, лишней обузы не будет! А у меня мамка в Сибири одна, кто ж ей под старость рыбу ловить будет!» Бульбунарий окончательно выдохся и ушел под воду. Через минуту он высунул голову и уставился на никуда не девшуюся компанию заплаканными глазами. Маринка подошла к самой воде и, присев на корточке, заговорила. «Бульбулёк, ты не паникуй. Сначала выслушай, а потом решать будешь. Если ты не захочешь, никто тебя не заставит. Только кроме тебя никто с этим не справится. Мы тебе все объясним и всему научим, если только ты без криков. Серьезно, послушаешь. А чтоб с тобой ничего не случилось, мы уж постараемся. Если твари тебя сожрут, нам всем не сдобровать. И не только нам. Много беды тогда будет. Не можем мы этого допустить. А вот когда при твоей помощи мы эту напасть победим, то ты же сразу героем станешь. Никто тебя дразнить не будет и смеяться над тобой не посмеет. Сможешь матушке свое письмо написать, она тобой гордиться будет и дяде твоему покажет». Маринка выдохлась, а Водяной, выбравшись на мелководье, опустил голову на грудь, плаксливо выдав. «Все равно ведь не отвяжетесь». В назначенный вечер самой полной фазы Луны все участники сопротивления находились по своим местам. Подросткам, как бы они ни возмущались, запретили даже на шаг отходить от лесной сторожки на случай, если что-то пойдет не так и придется защищать жилище. Дядя Сергей занял самое удобное с тактической точки зрения место. С двустволкой, мощным фонариком и пачкой-патроном он примастился с левой стороны болота, там, откуда открывался самый лучший обзор топи. Фонарями пользоваться было разрешено только в критический момент, если таковой будет. Перед тем, как оставить его в засаде, леший поговорил с мужиком с глазу на глаз. «Ты, Серега, подумай. Зрелище будет не для слабонервных. Не растеряешься?» «Не растеряюсь», — сплюнув, ответил Сергей. «А ежели чего, совсем небывалое увидишь». «Чего еще небывалое?» — спросил мужик. «Ну, в лесу всякое водится. Ты, если не уверен, ружье лучше мне отдай. Я хоть не охотник, но уж от всякого не растеряюсь». «Сделаю, папаш. Нечего мне сомневаться». После этого разговора леший пошел проверять другие точки. С правой стороны болота занял оборону дяди Андрея на тот случай, если дедовые расчеты не оправдаются. Вадькин папа охотником не был и поэтому нервничал. Но дед обещал его подстраховать и выдать трофейное ружье с серебряной чеканкой и яктаж, в которых лежали латунные опороховницы и несколько патронов в патроннике, научив заранее пользоваться диковинным оружием. «А если не выстрелит?» – волновался Андрей. «Там все полезно будет», – махнул рукой дед. «Прикладом бей, он с серебром. Так ты ж сам говорил, что сказки. Оно иногда и сказка помогает», – загадочно ответил старик и пошел дальше. Ровно за двадцать минут до восхода полной луны леший снял заговор с той части нехорошего леса, которая была ближе всего к реке. Всю дорогу до леса бульбунарий, сопровождаемый Васькой, ругался. Надо, надо было сразу понять, зачем меня сюда отправили. Дядька, тюлень зеленый, своими, значит, ручками не захотел, репутацию берегет, а значит, значит, можно. Сгинет вольпургиюшка, и никому дела нет. Небось, даже мамке не сообщит. Пупырь зеленый, голова киселем набита. И слезинки по сыночке некому будет уронить, а я, может, великим стать мог. Он, трясина гринписская, знал, знал, знал. Боялся, что я его место займу, а теперь пропадай, головушка зеленая светлая у чудища в пасти, и некому будет словом добрым тебя вспомнить. Только не бойся, обрадуется. Друзья называется. Однако, подойдя к черному лабиринту гнилого леса, словоохотливость Бульбуля покинула. Он встал, как вкопанный, поджилки его затряслись. Васька мягко подтолкнул его носом, Бульбуль снова окрысился. Конечно, все моей смерти желают. Где ж тебе понять, зверюга бездушная, душу тонкую, ранимую? И тем не менее, трясясь всем телом, зеленый начал пробираться прямо в темный зев леса. Перелезая через коряги и обходя завалы, леопард осторожно следовал за ним и вдруг навострил уши и потянул воздух розовым носом. Бульбуль понял. Это сигнал. На него вдруг напала какая-то сумасшедшая истерическая беспечность. Бер-бер-вед-бер-бер! Болтал он языком. А кто у нас в теремочке живет? А мне тут сказки рассказали. Голосил он. Про двух собачек, которые людей есть начали. Плохая сказка, гадкая. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Собачки должны свое место знать. Плохие песики. Фу-фу! Если бы Бульбунария потом спросили, что он такое нес, он ни за что бы не смог вспомнить. Но увлекся он в тот момент так, что в критическую секунду Ваське пришлось схватить его бешено машущую руку и закинуть сорвавшегося с катушек болтуна себе на спину. Только тогда Зеленый пришел в себя и намертво вцепился в густую шерсть. Васька бежал на пределе возможностей, но все равно и он, и его седок, слышали позади срывающееся бешеное дыхание и хруст веток под давлением тяжелых лап. Буквально ощущая пятками сотрясание земли следом за собой, Васька резко остановился перед изгибом реки, а бульбуль, совершивший поистине головокружительный гульбит, вошел в реку по всем правилам прыжков с трамплина. Резко ушедшего влево леопарда дед накрыл глухим мороком. Как и рассчитывал леший, звери выбрали для преследования левый, более удобный берег реки. Они, не задумывая, сломились сквозь густые кусты, рассекали мощной грудью режущую осоку и камыши, опьяневшие от свободы и возможности охотиться. Они забыли об осторожности, пересекая вброд, отмели и даже подплывая в более глубоких местах. Но все же инстинкт самосохранения работал. В Плафени не отправились. И этот расчет лешего сработал. Оборотни не умели быстро плавать, а тем более нырять. Буль-Бунари, исходящий с ума от страха, все же четко выполнял распоряжения, данные ему. Проплыв солидное расстояние под водой, он периодически показывался на поверхности, чтобы преследователи не потеряли его из виду. Буль-Буль точно знал конечное место своего испытания. Между прочим, он сам подал важный совет, сказав, как всегда, не мудрствуя лукаво, «Я вам что, водомерка, чтоб по воде бегать?» После этого было решено бросить в грязь неширокую двухметровой длины доску, которая тщательно замаскировали тиной. Самое страшное было преодолеть сухопутное расстояние от реки до новоявленного болота. Поэтому последний рубеж зеленый проплыл под водой, взяв этим маневром солидную в его положении фору минут в пять. Дядя Сергей, за время ожидания, приросший к своей двустволке, вдруг встрепенулся. При полной луне, господствующей на небе, он отчетливо увидел диковинное существо, которое, пробежав по доске, совершило невообразимый прыжок и всеми четырьмя конечностями вцепилось в березку. Единственное деревце, стоявшее на твердой почве недалеко от края болота. И почти сразу за этим на доску обрушилось что-то чудовищное, огромное и косматое. Тоска под этим существом перевернулась, и страшный зверь ухнул в грязь. Дядя Сергей, как заядлый охотник, взял курок. Прыжок следующего зверя не стал для него неожиданным. Очевидно, оценив ошибку брата, второй заложил более длинную траекторию, но закончить прыжок ему было не суждено. Выстрел из обоих стволов прямо в левое подреберье заставил чудовище дернуться в полете, пролететь еще метр, а после этого войти в жидкую грязь передними лапами. Какое-то время на джижи еще виднелись задние подергивающиеся когтистые конечности, но вскоре грязь приняла подарок. Через пару минут на поверхность топи поднялись пузыри последнего выдоха, твари. Осмелевший бульбуль за это время успел перебраться от березы по берегу к засевшему в засаде дяде Сергею. Счастливо отдуваясь, он прижался спиной к охотнику, который в полуобморочном состоянии пытался перезарядить ружье, и только это ему удалось. Как на поверхности топи показалось перемазанное грязью жуткое введение. Зверь, очевидно, стоял на задних лапах, а передними опирался на всплывшую доску. Он задрал свою жуткую испачканную морду к луне и издал неестественно чудовищный, парализующий волю вой. «Стреляй!» — хрипло завопил бульбунарий в самое ухо охотника. Зверь опустил морду, уставившись прямо на них. Его светящиеся глаза гипнотизировали стрелка. И тогда бульбуль, подобрав то, что попало под руку, это оказался небольшой плоский камень. Размахнувшись, заехал дяде Сергею по затылку. Два одновременных, слившихся в один выстрела, попали точно в лоб. Заставили страшную образину сначала откинуться назад, а затем уйти в жидкую грязь, как незадолго до этого сделал его брат. До самого восхода солнца, сидящие в засаде, не покидали своих мест. Окончательно обессилевший бульбуль спал, прислонившись к дяде Сергею, который периодически скашивал на него глаза и тяжело вздыхал. Надолго, о чем-то задумываясь, болото еще несколько раз выпускало пузыри воздуха, но вскоре затихло, выровняв поверхность, и только одинокая доска косо торчала из топи. Поднявшееся солнце принесло с собой звук сигнального выстрела с другого края болота, и дядя Сергей, забросив себе на плечо полусонное неведомое существо, отправился к назначенному месту встречи. Когда вся оперкоманда дошла до пологого спуска у мелководья, давно ожидавшие их там ребята набросились на них с радостными криками. А после того, как все охотники, включая деда, были зацелованы, мальчишки во главе с Маринкой подхватили ничего не подозревающего бульбунария и начали подбрасывать его на руках, крича «Ура!» и радостно смеясь. Бульбуль брыкался и вырывался, естественно, сопровождая каждое движение бранью и требованиями, чтобы его немедленно отпустили. Когда Зеленого сильным головокружением наконец впустили на землю, он быстро отполз поближе к воде и бухтел оттуда, что ему все ребра переломали. Хотя прекрасно понимал, что сердечко его трепещет не от страха и возмущения, а от небывалой радости и гордости. И вдруг одна мысль резко испортила ему настроение. Растерянно повернувшись к лешему, он спросил, «А это я чё теперь в болоте с этими, что ли, жить буду?» Дед ехидно прищурился и, посмеиваясь, спросил, «А ты что думал, у тебя там одни русалки и нимфы водиться будут? Болото оно на то и есть, чтоб баланс держать!» Зеленый насупился. «Да ты не расстраивайся!» Ласково заговорила Марька. «Пока твоё болото в норму войдёт, от них и следа не останется. Зато водоросли сочнее будут!» Буль-буль подумал и решил с этим согласиться. «А кстати!» Вдруг оживился он. «Как насчёт того, чтобы мне имя вернуть?» «М-м-м-м», замялась Маринка. «Понимаешь, в Альпурге имя женское». Зеленый вытаращил глаза. «Ну да», продолжала Марька. «Была такая монахиня, видно, твоя мама не знала». Водяной растерянно опустил голову. «Но если хочешь, попыталась подбодрить его девушка, мы тебя в Альбунарием звать будем». Буль-буль махнул рукой. «Пусть уж лучше, как есть». И устало поплюхал в воду. Возбуждение и подъём быстро проходили. Напряжённая бессонная ночь давала себе знать, и дед пригласил всех в сторожку. Но уставшие мужики сказали, что пойдут домой, Кирилл и Вадька поддержали отцов. На обратном пути дядя Серёжа спросил друга. «А что это у Марьки за дед такой? Спецназовец, что ли, бывший?» Имеющий свою версию на эту тему дядя Андрей, делиться ей с другом не стал. Сказал, вроде лесником раньше был, вот и живёт в сторожке. Про зелёного помощника дядя Сергей спросить не решился. Мало ли что, привидится со страху да с устатку. Маринкин день рождения было решено праздновать на любимом берегу любимой речки. Лоскатуха застелила сухую часть склона вышитыми скатертями. Вместе с Митькой и Маринкой они заставили эти скатерти всеми угощениями, что были в доме. Бродилова дед запретил подносить несовершеннолетним подросткам. Поэтому на столе расположились трёхлитровые банки с компотом из только что появившейся земляники. Одну из таких банок, только пустую, Бульбунарий выпросил у Митьки накануне, так и не объяснив, зачем она ему нужна. Ребята подошли в назначенный срок и, поздравляя девушку, преподнесли ей поистине уникальный подарок. Оказывается, Кирилл по наущению Вадьки попросил отца, разъезжающего по торговым командировкам, привезти из ближайшей южной области ветку Амеллы. Деловитый Вадик, хорошо владеющий рабочими инструментами, напилил из неё брусочков и медальонов разного размера. Обладающий художественным видением и навыками, Кирилл вырезал из этих заготовок необыкновенной красоты бусины и подвески, а белобрысому Кольке, тоже приглашённому на праздник, досталось шлифовка и покрытие льняным маслом каждой детальки. Восхищённая Маринка надела уникальное украшение на шею и расцеловала всех творцов этого чуда по очереди. Все Маришкины друзья давно и безнадёжно были влюблены в эту необычную девушку с невообразимо зелёными глазами и пышной копной волос цвета спелой пшеницы. И все они, увы, признавали первенство другого парня из их компании, рыжего красавца Мишки, который, кстати сказать, так и не приехал к Марькиному празднику. По словам его матери, он пошёл в какой-то поход с однокурсниками. После восторженной реакции Маришки на подарок друзей, Митька с замиранием сердца всё-таки заставил себя подойти к ней и неуверенно протянул правую руку. Маринка, замерзшая от восторга, чуть не уронила букет садовых цветов, переданный пацанами дар от их отцов. Быстро подсуетившийся Кирилл принял у неё этот груз, Маринка протянула дрожащую от восторга руку к Митькиной ладони, и Шиша, сперва оглянувшись на своего спасителя, медленно переползла на неё. Залюбовавшись драгоценным подарком, Марька не сразу сообразила отблагодарить дарителя, но, опомнившись, она с чувством поцеловала Митьку прямо в губы. Какое впечатление это произвело на пацана, она, как и всегда, не заметила, увлечённо разглядывая точёную головку с чёрными бусинами глаз. Так и не дождавшись внимания, стоявший всё это время у воды Бульбунарий значимо закашлялся. Наконец-то вся компания и самовиновника торжества обратили внимание на Зелёного, что-то тщательно скрывающего за спиной. Убедившись, что все глаза обращены на него, Бульбунарий торжественно выступил вперёд и не без помпезности продемонстрировал свой секрет. Из-за спины он явил на свет ту самую трёхлитровую банку. На дно банки был насыпан мелкий речной песочек и уложено несколько ракушек, а в пространстве двух третей банки, заполненной речной водой, плавала гибкая, тонкая и длинная рыбка речной вьюнок. «Ну, это, конечно, не змея, и разговаривать она не умеет, но зато точно от тебя никуда не денется». Проговорил Бульбуль, чертя пальцем ноги на песке неведомые каракули. Расчувствовавшаяся Марька расцеловала и Зелёного, отчего тот пошёл бурыми пятнами, но и это прошло мимо Марькиного внимания. Держа банку под мышкой левой руки, а шишу на вытянутой правой, она предложила гостям уже начать угощаться. Прочувствовав неудобства, Митька предложил для уставшей и напуганной большим количеством народа шиши родной термос. Все подарки, конечно, кроме бус, поставили посредине скатерти, и молодёжь принялась за угощение. Через несколько минут после этого из леса вышел опоздавший дед и направился к компании. Маринка подскочила к нему навстречу. «Прости, внучка», — сказал старик, целуя её в щёку. «Дела задержали. Знаю, что не такой подарок ты хотела. Да раз уж попался, значит, нужен». И дед достал из-за пола безрукавки маленькую худенькую кошечку, практически котёнка. Она, чёрная с белым, недвижимо лежала у деда на руке и смотрела на всех отрешённым взглядом. «Люди её загубили», — горько сказал дед. «И в лесу бросили. А может, сама приползла. Лапки у неё сломаны. Ну, это ничего, мы её поправим. Лучше прежнего бегать будет. И Ваське подружка». Васька, заинтересовавшись, обнюхал новую жиличку и потёрся своей огромной щекой о маленькую головку. Маринка приняла бедняжку на руки. Кошка доверчива и с надеждой заглянула ей в глаза. В глазах у Марьки стояли слёзы. «Я её Дусей назову. В честь бабушки», — сказала Марька, бережно прижимая кошечку к себе. «Не бойся, Дусенька. Тебе больше никогда не будет больно и страшно». Дед присоединился к ребятам, и веселье продолжилось. Леший в красках рассказал о ловкости и геройстве бульбунария в давешнем непростом деле. Зелёный опять покрылся бурыми пятнами и надулся от гордости, как рыба-шар. Кирилл с Вадиком, смеясь и перебивая друг друга, очень комично изображали Кольку, когда тот так старательно шлифовал бусы, что выпячивал нижнюю губу от напряжения. Все смеялись и радовались, и это был первый, такой чудесный день рождения у Маринки. Конечно, она не забыла про Мишку, но решила не портить себе праздник переживаний. В конце концов, а стоит ли вообще переживать, когда у тебя есть столько хороших друзей? Хотите задать вопросы Абаддона напрямую? Быть в курсе самых последних новостей канала? Увидеть, как работает Абаддон над рассказами? Или просто потусить с ним в чате? Легко! Общение на самой ламповой тусовке в телеграм-канале Абаддон. Ссылка в описании.